Всем привет, дорогие друзья и враги. В этом видео мы как раз-таки затронем этот, скажем так, киношедевр, на основании которого на канале Басе постоянно говорят, что их якобы заказал Такаев там и так далее. Хотя это всё, разумеется, просто какой-то фейк. И сейчас мы вскользь затронем вот их так называемое расследование длиной 153 секунды. В своём видео, так называемом расследовании, они затрагивали видео, опубликованное Асланом Тулегеновым, которое он заснял в отеле Ридс Карлтон, насколько я понимаю, куда пришёл Роман Скляр, первый заместитель, премьер-министр республики Казахстан на мероприятие День России. И он дал небольшую, скажем так, какую-то речь на этом мероприятии. И на основании этого, этой речи, его выступления на Дне России, канал Басе сделал вброс, что якобы Скляром управляет Такаев, вот Такаев, дескать, марионетка Кремля, потому что Роман Скляр ходит на День России на такое праздничное мероприятие и даёт какие-то там речи. За прошедшие годы Россия, благодаря кардинальным преобразованиям в политической и экономической жизни, стала по-настоящему сильным государством, достигла уверенного роста по всем важнейшим направлениям. С особым удовлетворением отмечаю, что между нашими странами установлены подлинно стратегическое сотрудничество и партнёрство, основанные на тесном, постороннем и многостороннем формате взаимодействия. В системе внешнеполитических приоритетов Казахстана Россия по праву занимает особое место. Наша договорно-правовая база составляет более 300 документов. Среди них необходимо выделить такие основополагающие документы, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном на 21-е столетие, и Договор о добрососедстве и союзничестве в 21-м веке. На их прочном фундаменте мы продолжаем расширять наше стратегическое партнёрство и союзничество. Сегодня между нашими странами на различных уровнях налажен интенсивный политический диалог, активно развиваются устойчивые экономические и культурно-гуманитарные связи. По итогам прошлого года наш товароборот составил. Более 26 миллиардов долларов США имеются все предпосылки при его дальнейшем обеспечении. Визитной карточкой казахстанско-российского взаимодействия является промышленная кооперация. Субъекты бизнеса наших стран совместно реализуют 135 проектов на общую сумму более 26 миллиардов долларов США в таких сферах, как химическая и нефтегазохимическая промышленность, машиностроение, металлургия, туризм, лёгкая промышленность и другие. Россия занимает лидирующие позиции среди зарубежных инвесторов в Казахстане. По итогам прошлого года объём вложенных инвестиций увеличился на 88%. В свою очередь объём казахстанских инвестиций в российскую экономику за последние 19 лет приблизился к отметке 9 миллиардов долларов США. В Казахстане зарегистрировано более 28 тысяч российских компаний. Всё это говорит о большой привлекательности инвестклимата в нашей стране, серьёзном внимании со стороны правительства и местных органов власти, которые создают благоприятные условия для работы иностранных инвесторов, в том числе российские компании. Успешно развивается энергетическое партнёрство и сотрудничество в космической отрасли. Ведётся совместная работа в транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах. Важной составляющей посторонних отношений является культурно-гуманитарный трек. На постоянной основе проводятся дни культуры наших стран. Налажены тесные связи в сферах театрального и изобразительного искусства, музейного дела. Многолетнее сотрудничество связывает нас и в сфере высшего образования и науки. В Казахстане функционируют шесть филиалов топовых российских вузов. Осуществляется обмен студентами, опытом, разрабатываются совместные учебные программы. Как вы видите, сегодня практически нет такого направления, в котором ни взаимодействовали наши страны. На деле там всё сложнее и проще одновременно. Но из всего этого анализа на самом деле получается, что слухи о том, что Назарбаев возвращается в политику, не преувеличены. Плохо это или хорошо, судите вам. Я лишь выступлю в роли, скажем так, рассказчика всей этой истории. Во-первых, День России прошёл в отеле Ридс Карлтон. А этот отель принадлежит Булату Тимуратову. А Булату Тимуратов – это первый олигарх Назарбаева ныне и самый приближённый, самый доверенный его человек. То есть нету более приближённых людей к Назарбаеву, чем Булату Тимуратов. Раз в отеле провели такое мероприятие, как День России, значит коммуникация происходила на уровне Назарбаева и Утимуратова. То есть пригласили на официальном уровне. Несмотря на то, что Булату Тимуратов является одним из генеральных спонсоров неонацизма в Казахстане и антироссийской пропаганды. Такие люди, как Байтасов – это его обнальщики, Еликбаев, Джакишев и так далее, работают и спонсируются в конечном итоге на Утимуратова. Даже летают на его личном самолёте, который он доверяет лично Байтасову. Байтасов – его медийный обнальщик, который вообще работает в убыток. Всё ради, скажем так, пиара для Булата Утимуратова. Слава Украине и Алга Казахстан. Слава Украине и героям слава. Согласитесь, странное место для проведения Дня России. Точнее, странно принимать такое предложение от Булата Утимуратов, учитывая, чем занимаются Утимуратов и Назарбаев. Но на этом странные моменты не заканчивались. Куда пригласили Романа Скляра, который является человеком не Утимуратова, как можно подумать, а человеком Адильбека Джексибекова. А Джексибеков тоже погряз примерно в таких же делишках. Например, супруга одного из его обнальщиков, крупных обнальщиков, Баян Есентаева, известная вам, находится в чёрном списке ФСБ за пропаганду, направленную против Российской Федерации. В области кинематографа она же у нас фильмы снимает. Фильмы, естественно, эти финансируются из бюджета Республики Казахстан. Но, в принципе, супруга, она сейчас фамилию носит Алогузова, распространяет всякую вообще несусветную дичь про голодомор и так далее. При том, что Алогузов является обнальщиком Джексибекова достаточно крупным. Это, в принципе, совершенно не секретная информация, что он является его обнальщиком. Это Джексибеков давал ему лично кредиты для его создания бизнеса. Именно таким образом Алогузов, в принципе, стал олигархом. Сколько денег вы занимали у банков для того, чтобы построить такой завод? Вот на это предприятие мы потратили 100 миллионов долларов. Это было 16 миллиардов тенге. Это деньги, которые мы вложили в строительство, в приобретение оборудования, в оборотные средства, в торговое оборудование. У нас ушло 16 миллиардов в 2012 году. Это было 100 миллионов долларов. Тогда был Цеснобанк, и председатель правления был Джексибеков, такой Даурем. Мы с ним встретились, переговорили, я ему показал, как это все должно быть. Он сказал, все хорошо, ты где живешь? Что-то там-то, покажи, где живешь. Я пыхлому показал, так, жена, дети, понятно. Все вперед. По рукам ударили, деньги выгнали через месяц. А вы думали, каким образом бизнесмены у нас появляются в Казахстане? В гараже, как компьютеры, да, собирают? Да, иногда, конечно же, стартапы какие-то стреляют. Но на одну успешную историю, компанию, приходится сотни тысяч малых предприятий, которые буквально сводят концы с концами. А олигархов у нас значительно, как вы понимаете, больше. И они все друзья друг друга. Все успешные бизнесмены. Это как раз обусловлено тем, что они друг другу просто раздают кредиты, помещения там и так далее. С друг другом заключают договоры для реализации товара и так далее. И, в общем, таким образом они строят свой бизнес-план. Но это я немного отвлекся, да, про систему капитализма. Просто хочу пояснить, что попытка, скажем так, заключить некий союз с Назарбаевым и Джексибековым, если там вообще есть какой-то союз, а не это просто какие-то случайные люди. Но, скажем так, не самая лучшая идея, на самом деле, а просто путь к еще большей войне, просто она будет дольше. Точнее, отложена. И выбирать, скажем так, в принципе, лишь потому, что Такаев еще хуже них, вот этих людей, это, возможно, и был план, как бы, но об этом чуть позже. Суть в том, что присутствие на Дне России Романа Скляра в отеле Ридс Карлтон как раз, скажем так, говорит о том, что у Кремля с Такаевом, ну, серьезные проблемы. А не о том, что якобы Такаев, марионетка Кремля, как вам сообщили на канале БАСЕ в их 153-секундном расследовании. То есть здесь, на самом деле, одно выдается за другое, подмена понятий происходит, что весьма иронично. Вчера утром мы выпустили видео, сценарий, для которого написал Айдос, в котором говорилось, что Тукаев стал марионеткой Путина. И об агентах влияния, российского влияния. Но при этом есть понимание, что у Тимуратов, Абнальщики Джексибекова, мутят вещи, которые в будущем, естественно, угнутся еще большей войной. И это очень-очень плохо. Однако по линии МИД и РФ с ними пытаются выстроить некие союзы, либо, может быть, чтобы отложить эту войну, может быть, они понимают, а может быть, не понимают. Возможно, эти союзы лучше, чем ничего. Но что-то мне подсказывает, что такие союзы хуже, чем то, что есть. Потому что в будущем они укнутся еще большей войной. Также туда пригласили на День России, в этой Рис Карлтон, еще активиста, ЛГБТ-активиста Рахима Шагбаева. Это уже чистый вообще какой-то перл, какой-то плохой анекдот. То есть тут вы должны понять уровень того, как работает Министерство иностранных дел Российской Федерации. Поэтому, возможно, все, что я выше перечислил, это просто какое-то стечение обстоятельств. Они пригласили каких-то людей и никаких договоренностей, в принципе, там нет. Дело в том, что Рахима Шагбаев получает ровно в том же месте заработную плату, что и Ксения Анатольевна Собчак. Ну и продвигают, в принципе, те же самые идеи, как на российском, так и на казахстанском рынке. Просто представьте себе уровень его универсализации этого человека. Он утром, в тот день, когда пошел на День России, он сходил к нашим многоуважаемым западным партнерам, чтобы присмотреть себе грантик на пропаганду. Там была какая-то презентация медиапроекта, как понимаете, ну пропаганды в Центральной Азии. То есть, короче, очередной фактчекинг, который спонсируется Евросоюзом, где Ашагбаев получает бабулесы, то есть грантики. Все эти фактчекинги, это не секретная информация, просто инструменты пропаганды, в основном западных ценностей против российских каких-то там, в том числе широкого спектра всяких вот ЛГБТ-ценностей, то есть нетрадиционных ориентаций, членом или, скажем так, ярким представителем этого сообщества и является сам Арахим Ашагбаев. Утром он сходил за грантиком к западным друзьям, а вечером он сходил на День России в отеле Ридс Карлтон. Параллельно он еще записывает видео в стиле «Деды воевали», то есть он вспоминает память предков, которые воевали против фашизма, и, мол, это забывать говорить нельзя. Победа над фашизмом является важнейшим историческим событием в масштабе всего человечества, потому что фашизм – это абсолютное зло. Это шовинизм в самой грубейшей форме, который культивирует животную зоологическую ненависть к другим народам и декларирует превосходство одного народа над другим. То есть универсальность Ашагбаева – это просто какой-то новый уровень, даже Эрдоган, наверное, ему позавидует. Он у нас и ЛГБТ-активист, получает гранды за распространение ценностей этих, радужных дружит со спонсорами ВСУ, отмечает при этом День России, помнит память предков Второй мировой войны, а еще он у нас параллельно ходит в посольство Британии по случаю дня рождения короля Британии Карла Третьего. Это программа вечера, прием торжественной посольства Великобритании по случаю дня рождения короля. Потому что я, если честно, привык говорить Гатсиев Куин. Что это за селфи-дом? Да, пару слов. Как это относится к короне? Корона классная, вообще, корона большая, золотая. 50-корона, да. Спасибо, что я могу видеть. Спасибо, что я с вами. Спасибо, что я с вами. Универсализация у человека просто 126 и вашим за монетку спляшем. При этом, подчеркиваю, на всех мероприятиях типа Дня России или приглашения в посольство Британии, куда принято приходить с супругой, с семьей и так далее, он везде ходит один, как будто холостяк какой-то. Но вообще-то он у нас, он заявляет, что он семейный человек. И он пытается, скажем так, этот момент подчеркнуть. И таким образом он пытается отмежеваться от своей гомосексуальности, про которую, на самом деле, написано очень много статей в интернете. Можете погуглить, почитать. Пытаются педалировать такой вопрос, связанный с сексуальной ориентацией. Про меня ротируется очень много информации. Абсолютно фейковой. Вообще ни одного слова не соответствует. Я нормальный гетеросексуальный семейный мужчина. Но на мероприятие, куда принято приходить с супругой, почему-то Рахим Ашакбаев ходит без жены. Почему? Потому что его жена очень сильно занята. Ее в то время, когда он ходит по этим мероприятиям, лапает другой тоже очень универсальный такой полноприводный мужичок. И Ашакбаев как бы пытается вот таким образом при этом постоянно скрыть свою ориентацию. И он постоянно говорит, что это все фейки, все, что про него в интернете пишут. Ну извините, когда твою жену на весь интернет лапает, какой-то другой, скажем так, странной наружности мужик, и появляется с ней на публике в разных... И вообще разные мужики появляются с ней на публике чаще, чем ты сам, отец, детей, супруг и так далее. То как бы, мне кажется, отрицать это все... Ну нет никакого смысла. Ваши вот эти вот свободные отношения, как это сейчас модно говорить, да? Ну это как минимум глупо все отрицать. То есть отношения у Ашакбаева с супругой свободны. Это не секрет. У нее есть мужик, и не один, и об этом как бы все знают, включая самого Ашакбаева. У Ашакбаева тоже есть мужик, и об этом тоже все знают, точнее в данном случае Ашакбаев сам является мужиком для Айбека Нукенова. Вот, Айбек, тебя тоже начали приплетать. Как ты к этому относишься? У меня истеричный смех от этого. Ну... То есть ты гей или не гей? Нет. У меня вопрос такой, почему ты пришел на встречу без цветов? В общем, вот они во всей красе, вот эти вот европейские ценности. Вот он, пример для подражания. И этого человека приглашают на День России по линии МИД-РФ. А также этим человеком восхищается еще такой, у нас есть блогер Анастасия Ахметова, Анастасия Ахметова, да, она тоже восхищается этим человеком. Что-то мне подсказывает, что они в одном месте плюс-минус получают зарплату, потому что в двойных стандартах так тонуть нельзя. Ну, потому что нельзя орать во все горло откровенную какую-то чушь, что вот Ротшильды якобы добывают уранные с икули, там сейчас у них будет какая-то экологическая катастрофа, и этот весь бред на уровне каких-то либеральный, скажем так, либеральный кабред несет, да. И при этом, при этом, она говорит, что Шагбаев, Рахима Шагбаев молодец, хотя вот он вроде как ходит за грантиками, получает, и вроде как к нему никаких претензий нету, потому что деды воевали. Тут как бы для меня все, в принципе, понятно, что люди каким-то образом связаны, и они будут отрицать вообще какие-то очевидные вещи и тонуть просто в двойных стандартах, потому что в противном случае нельзя называть черное-белое белым-черным. Но видео немного о другом, что в это же посольство, в посольство Британии, по случаю дня рождения Карла Британии вместе с Шагбаевым, туда еще приходил министр науки и высшего образования Республики Казахстан Нурбек Саясад. И он там толкнул душераздирающую речь. При том, при всем, нигде в СМИ казахстанских не упоминалось, особенно на канале БАСИ, естественно, что Нурбек Саясад, министр, на секундочку, является проводником британского мира в Казахстане, а значит, КСМЖМАР ТАКАЕВ является никем иным, получается, как подстилкой Карла Третьего. Из чего мы можем сделать вывод, что пропаганда, это, знаете, такая вообще крайне избирательная вещь, особенно на канале БАСИ. И, следовательно, журналисты с канала БАСИ вовсе не журналисты, а пропагандисты, иначе бы они обращали внимание на вот эти две вещи и одинаково подходили к делу. Я, допустим, ничего страшного не вижу в том, что одни ходят в посольство в Британии, другие ходят на День России. Я в этом ничего такого зазорного не вижу. Я вижу проблему в том, что Нурбек Сайесад, министр, вручает толкалке Жулдыз Форд, на пенсию уже толкалка, да, очевидно, престарелая, грамоту за какие-то там достижения, за заслуги в каком-то продвижении государственного языка. При том, что единственная заслуга Жулдыз Форд, ну, этот ее ценник, то, что она всегда либерально относилась к своим клиентам и никогда не превышала ставки за больше, чем 3 тысячи тенге, и у нее всегда был МБР. Фотографии с бывшего места работы можете посмотреть в телеграм-канале, ссылка в комментариях закоплена будет. А также госпожа Жулдыз Форд известна вот такого рода провокационными видео, которые она записывает, которые тянут, ну, в лучшем случае, на статью о разжигании межнациональной розни. При этом ей вручают министр за это грамоту. В Казахстане есть только одна казахская нация и этнические группы или диаспоры. Территория Казахстана принадлежит только казахскому народу. Поэтому кто утверждает иное, тот сепаратист и может быть привлечен к ответственности. Все граждане Казахстана должны жить в дружбе, мире, но понимать, что истинными хозяевами этой территории и государства являются только казахи. И вот таких людей у нас как бы награждают, и вот таких вот министров, которые награждают, вот таких вот сомнительных людей, потом приглашают в посольство Британии. И вот это вот у меня вызывает вопросы. В сумме факторов меня напрягают именно вот такие вот люди, как Ашакбаев, как министр высшего образования Нурбекса и САД и так далее. То есть вот такая универсализация меня напрягает. Полное отсутствие работы по линии МИД в РФ меня тоже напрягает. А также какие-то там непонятные союзы с Назарбаевскими, там Джексибековскими и так далее. К ним, я думаю, в ближайшее время еще и подключится Кулебаев. Но то есть мы видим ровно то же самое, что было на Украине в свое время, как там работал МИД РФ, кстати говоря. Кстати говоря, МИД РФ и Русский дом в Казахстане – это чуть ли не на 50% сотрудники, те же самые кадры, которые все вот это мутили на Украине и к чему пришла Украина. Я фамилии пока называть не хочу, просто чтобы вы понимали, кто и какую работу ведет на, скажем так, внешне какой-то рынке. А следовательно, и результат будет таким же. Ну, ребят, Илью Киву в конце концов вспомнить. Его же тоже кто-то додумался потом встроить в политическую систему РФ после всех его заявлений, которые он делал, когда занимался политикой на Украине. Если бы это не сделали сегодня, завтра бы. В этом всем сумасшедшем доме жили бы наши дети. В этом аду. Видите, да, какой хороший спикер, настоящий, правильный, блин, украинец. В Россию его встроили, его риторика, скажем так, ну, прекрасная. Хотя до этого, когда он работал на Украине, его риторика немножко отличалась. Что это возможно только в союзе с НАТО. Это только в союзе. В ненависти к этой русской нации. В общем, ситуация полностью повторяется, как была на Украине, мягко говоря. И получается просто как бы, ну, методы те же, а клоуны немножко другие. И результат, естественно, конечный. Будет ровно таким же, как было на Украине. Будут в итоге плохие против хороших. Потому что хорошие просто убьют всех плохих. Будут ли такие, как Ашакбаев, хорошими утром, а вечером плохими? Мы это посмотрим чуть позже. Скорее всего, будут. Есть свой и чужой. Другого определения нет. Вот такой вот у меня, скажем так, крик души, негодование. Потому что люди, скажем так, с двойным дном или даже тройным немножко меня начинают удручать. И самое главное, что ведомства, которые должны работать в этой области, они, в принципе, не работают или работают так, что учебы не работали. Всем удачи, друзья. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok